Человеческий организм представляет это скопище 100 триллионов клеток. Ученый и бизнесмен из Башкирии Разиф Рапиев создал первую в мире лечебную янтарную комнату. Как говорит, она способна оздоровить человека от целого бутета заболеваний. Изобретение уже занесли в Книгу рекордов Динуса. Я приглашаю татарских бизнесменов, чтобы со мной вместе, по нашим разработкам, мы имеем патентную защиту государственную, в Казани создать лечебные янтарные комнаты. Для того, чтобы здесь вы могли получать полноценное лечение. Китайский татарин Ахмеджан Галиев предлагает производителям республики продавать свой товар в Поднебесной. Его компания обещает наладить поставку продукции в китайские торговые сети. Рынок, естественно, рассчитан на полтора миллиарда человека. Поэтому обеспечить их с запасом таким серьезным, это, я думаю, что надо смотреть на этот рынок уже на будущее. В этом году на форум приехали татарские бизнесмены из трех десятков российских регионов и из 13 стран мира. Это более 200 участников. Гостям презентуют те самые возможности, которые есть в Татарстане для открытия своего дела. И неспроста на форум съехались в Улубугу. Здесь особые условия для среднего и крупного бизнеса. Рустам Мениханов отметил, республика готова к взаимовыгодному сотрудничеству. И сейчас нужно обратить внимание на новые технологии и возможности бизнеса. В частности, электронную торговлю. Также президент считает, что в бизнесе, да и вообще в жизни, человеку большим подспорьем будет знание татарского языка. Форум будет идти еще завтра. Здесь, в Алабуге, его участники смогут не только пообщаться между собой, но и познакомиться с местными производствами. Это тоже признано показать возможности нашей республики. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Алабуга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова